И с 2015 года мы начнем проектирование и строительство. По линии Министерства сельского хозяйства, по программе устойчивого развития сельских территорий, мы параллельно ведем такую работу по внутрипоселковому водопроводу. Вам немножко легче, вам повезло, поскольку этот водопровод есть. Ну, конечно, это не будет сделано сразу, немедленно. Вы должны это понимать, земляки. Сразу, немедленно этого не бывает. Не наша вина, что этот водопровод должен был прийти в 2010 году в Элисту, а приходит только сегодня. Пять лет тогда его мурыжили, мурыжили, и то с такими большими недоделками на сегодняшний день мы его приняли. Сейчас корректируют, исправляем, и вот за три с половиной года мы его все-таки приводим в столицу. Но масштаб работы, хочу, чтобы вы понимали. Сама магистраль – это около 200 километров от левокумки для Элисты. А от водящих и внутрипоселковых масштаб километража – это свыше 300 километров. То есть практически в полтора раза больше. Но, я думаю, нам удастся справиться. Тем более, вот, уже после мая, буквально в июле месяце, я встречался с председателем правительства страны, с Дмитрием Анатольевичем Медведевым. Мы тоже обсуждали эти темы. Он тоже держит, конечно же, на контроле. На выходе все разрешительные документы. Есть там разные информальности, мелочи, не буду их касаться. Но он помогает нам, чтобы завершить весь этот период бумажный и перейти уже к реальной реализации с 15-го года. Это что касается воды. Что касается дорог, ну, здесь ситуация сложнее, хотя и тут нам удается делать серьезные подвижки. С 14-го года, вы знаете, мы сформировали районные и муниципальные дорожные фонды. И на крайнем заседании Государственного совета страны под председательством Владимира Владимировича Путина весной этого года мне было очень приятно, конечно, когда министр сельского хозяйства России Федоров Николай Васильевич отметил наш регион как один из самых передовых. По федеральному законодательству из региональных дорожных фондов полагается не менее 5%. Во многих регионах это выполняется, во многих регионах чуть больше. Мы в числе лидеров 30 с лишним процентов, 36, если быть точным, из Республиканского дорожного фонда мы перечисляем в район. И эта помощь реально сегодня уже пришла с начала года. Конечно же, это не сумасшедшие деньги, так скажем, но, по крайней мере, это помогает подлатать те дыры, которые есть, или же сделать, по крайней мере, те работы по ремонту дорожного покрытия, ну, там уж, где совсем беда. Я вчера вернулся с Целинного района, там нам удалось сделать дорогу Троицкая-Чакарта, Троицкая-Ялмата. На прошлой неделе в Юстинском районе мы провели, ну, хороший, скажу откровенно, ремонт дороги Цаганаман-Утта. И во многих, у многих районах только вот за счет того, что мы с этого 2014 года начали серьезно к этой теме подходить и финансировать самое главное. У Сергея Хоккейщика полномочий много, и обязательств много, а денег нету. Но мы дали. В этом году мы, конечно, планируем увеличить, я имею в виду, когда будем рассматривать осенью, бюджет будущего 2015 года, увеличить эту поддержку и помощь со стороны республики, районным муниципальным образованиям. Ну и, опять же, повторюсь, не сразу, то, по крайней мере, наладим более-менее работу к лучшему. Я вот достаточно часто по дороге-то езжу и вижу, так скажем, ну, нехорошо так говорить, скажу так, на своей спине что такое плохая дорога. Вы понимаете, про какое место я говорю. Особенно те трассы, которые находились в ужасном состоянии. Допустим, Комсомольск-Лагарь, ну, там я не знаю.